Лечить рак вирусом ЗИКа пробуют новосибирские ученые. Сотрудники Института цитологии и генетики и Центра вирусологии «Вектор» испытывают метод на мышах. У всех животных после лечения опухоль стала меньше, а некоторые даже полностью выздоровели. Подробнее об эксперименте Анна Братушкина. Страшная для человека опухоль мозга глиобластома мышей особо не беспокоит. На первых стадиях испытаний ученые подсаживают раковые клетки не в голову, а под кожу животным. Как только новообразование достигает определенных размеров, ученые вводят мышам вирус ЗИКа. Он не поражает здоровые клетки, зато атакует опухоль. Такое лечение называют виротерапией. Для взрослого человека вирус ЗИКа практически не опасен. У большинства он даже не вызовет заболевания, остальные перенесут недуг, как легкую простуду. Именно поэтому ученые видят в вирусе ЗИКа возможную панацею от рака мозга. Первый вопрос, который возникает, мы используем вирусы, которые могут быть опасны для человека, и неизвестно, что будет происходить с этим человеком, если заразить их вирусом. Но современный уровень технологический настолько высок, что мы можем в вирусах выделять те участки, те паттерны, которые необходимы нам. Идея лечить рак вирусами не нова. Еще в прошлом веке советские ученые заметили, что после обязательной вакцинации, когда в организм вводят вирус, некоторые онкобольные выздоравливают. Преимущество вируса ЗИКа в том, что он надолго остается в организме человека. А как правило, опасные рецидивы всяких опухолевых заболеваний, то есть большое влияние, что часто особенно глиобластомы, то есть глиомы, те, которые поражают мозг человека, опухоль, они опасны именно этим, что сделают резекцию, удалят опухоль, пролечат. А через какое-то время снова рецидив, и часто бывает недолго человек остается. Вирус очень долго циркулирует и таким образом может добивать те оставшиеся клетки. Новосибирские ученые лечат глиобластомы у мышей вирусом ЗИКа уже полгода. За это время у всех животных, получавших терапию, опухоли стали меньше, а некоторые мыши даже полностью выздоровели. На следующем этапе ученые планируют подсадить глиобластомы мышам в мозг. Если все пройдет удачно, можно будет задуматься о тестах на других животных и на людях. В любом случае, при самых успешных результатах готовая вакцина в больницах появится не раньше, чем через 10 лет. Анна Братушкина и Евгений Макаров. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова